Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я сегодня красивая, еду на концерт, и сегодня у меня будет сборный влог на разные темы и по новостям из Швейцарии. Интересная эта тема? Поехали вместе со мной! Обязательно досмотрите до конца, узнайте, где мы сегодня будем выступать. И привет от Беата! Привет! Так, идем покупать продукты, и такой пустой парковки я еще не видела в Мегроссе. Главное проходить мимо цветочков, чтобы ничего здесь не взять. Очередные цветы уже некуда высаживать. Вот видите, гортензия 19,25 еще и со скидкой. Такие же цены, как были во Франции. Ну, только вчера на прямом эфире мы говорили на тему этих тяжелых кастрюль. Посмотрите, настоящий казан. Тяжеленный! Восемнадцать девяносто. Как вам? Для хлеба самое оно. Только вчера мы говорили на эту тему, что если будет в моем любимом магазине, я куплю не заглядывать. Пожалуйста! Ждет меня! Ну, это уже не смешно. Внимание, внимание! Ткань с лимонами. На подушке. Это была целая история. Найти окислитель для краски. Обычно продается краска уже с окислителем, а профессиональная в специальных магазинах. Так вот, я приобрела такой колор-кит. Туда входят перчатки и окислитель полтора процента. И, несмотря на то, что мне продавщица объясняла, что нельзя смешивать вот эти окислители с другими фирмами, с марками, то есть и гора в шварцкоп только с вот этими красками работы. Ничего не получится. В итоге, посмотрите, как прекрасно седина полностью все закрасилась. Как вы помните, я краску покупаю у своего мастера. Она сама ее производит. И у нее же есть окислитель. Но так как у меня он был, лондо большой, наверное, полтора литра, он у меня был, наверное, лет пять, да? Все прекрасненько затонировалось. И здесь я обновила тоже пепельный оттенок. Ну как вам этот цвет получился? Все закрасилось великолепно. Видите, даже полтора процента, а седина вся ушла. Очень я довольна. Все, отработала и бегу на концерт. Сегодня вечером у нас в Грэнхене концерт. Оставайтесь на связи. Значит, расскажу вам новости. Сначала смешные, да? Которые в газете я вам читаю, или которые по радио слушаю. В Швейцарии одна женщина попала на колоссальный штраф, заказав на тему игрушку для своего домашнего любимца. Значит, оно стоило 3,50, по-моему, да? До 5 франков. И в итоге, когда пришла по почте эта игрушка, а в Швейцарии выборочно сканируют почту, ей прислали грозное письмо и оштрафовали на 550 франков. Так как выяснилось, что в посылке они нашли лазерную указку. А в Швейцарии лазерные указки запрещены. Ну, естественно, от определенной мощности, да? Вот. И поэтому ее оштрафовали на 550 франков. Либо она может 2 дня отсидеть в тюрьме. Так что, прежде чем что-то заказывать, даже недорогое, да, казалось бы, ну, кому она может повредить. Но вот так вот, да, нужно узнать законы этой страны. Меня кто-то спросил, что говорят люди по поводу смерти одного из наших политиков. Да, молодой мужчина, 55 лет, поехал в горы и умер. Сорвался ли он с горы? Ну, случился сердечный приступ, 55 лет. Вот, умер. Очень печально, конечно, когда молодые умирают в таком возрасте. Вот, говорю молодые, потому что в Швейцарии действительно 55 лет, это мужчина еще пышащий здоровьем. И плавно переходим к этой теме, да? Возраст. Я читаю иногда ваши комментарии, диву даюсь, ну, как же многие из вас, как же вы себя не любите? Значит, моя дочка подарила мне на день матери зеленое платье. Она его за неделю до этого сложила в коробочку, так как неделю она была в нашем доме, на даче. Я, естественно, достала его из коробочки примятая, накинула на себя. И вот в чем была, в шрепках, да, примерила, как она будет на мне сидеть. И, естественно, сразу же переоделась, потому что нам надо было бежать на танцы. Боже мой, как посыпалась! И оказывается, и фигура у меня уже не та. И длина мне не подходит. И ноги мне мои надо прятать. И оставьте это платье молодым девочкам. Я вот читаю и думаю, это как нужно себя обесценивать, не ценить, не любить. Ведь то, что вы пишете мне, это же, в принципе, вы пишете о себе, да? То есть вы видите, как я посмела в своем возрасте, в своей комплекции, своей фигурой, как я посмела вообще напялить такое платье. Для многих оно вообще показалось суперкороткое, хотя это платье было до колена, да, над коленом. Что касается меня, у меня все платья этой длины. Ну, что рост у меня очень маленький, как я уже неоднократно говорила. Ну, и одна женщина начала мне навязывать, да, свои комплексы, что оказывается, с возрастом фигура, пропорции меняются. Все ползет вниз. И я, посмотрев на свою фигуру, понимаю, что я как была в размере S, XS, я до сих пор в днем. Ничего вниз у меня не поползло. Вот, хотя я абсолютно спокойно к этому отношусь, но тут же момент в другом. вы понимаете, что вот эти вот все негативные моменты, которые вы озвучили, это видите только вы. Ну, потому что даже мужчина, который вас любит, да, он не видит этого. Это вы себе навязали вот эти вот комплексы, и вы их несете в жизнь, в люди. Естественно, начинаете прятать свои ноги, накрывать голову, там, волосы, у кого-то там три пера. И таким образом вы привлекаете к вашей проблеме еще больше внимания. Вот и все, все очень просто и легко. Вот, поэтому, когда вы пишете постороннему человеку такого плана, да, вещи, да, типа, закрой ноги, накрой голову, этот человек, он вас не слышит, потому что в его подкорке нет этого момента, да, ему ничего закрывать не надо. Это ваши комплексы, и вы пытаетесь ему это сейчас навязать, да, вот, поэтому вывод напрашивается один. Зачем вы сами себя ограничиваете хоть в чем-то? Вот хоть в чем-то? Я вообще не понимаю. Делите своей жизнью так, как вам нравится. Жизнь, она одна. И интересно, если вам кто-то говорит, поменяй это, сними это, одень это. Интересно, вы это делаете, или вы смотрите на этого человека, как на умалишенного, потому что вы не можете понять, зачем он вам это говорит, почему, почему ему пришло в голову подобное. Вот мне просто это интересно. Так, помаду красную я потом еще перед концертом нанесу. Осталось глазки сделать. И растушу. Так что, девочки, дорогие мои женщины, мамочки, как вы себя там называете, забудьте про возраст. Ваш возраст, он внутри, в вашем сердце. И то, что вы излучаете, точно так же вас будут воспринимать и другие люди. Полюбите себя. Отбросьте все эти навязанные, непонятные вещи, что в каком возрасте нужно носить, что можно, что обязаны, что должны. У вас одна жизнь. Вы живете только для себя. Какая вам разница, что носит Маша Глаша? Какая разница? Вы смотрите за собой. И, кстати, именно поэтому одна из причин долгой продолжительности жизни в Швейцарии людей, да, они вообще не парятся. Они не парятся. Кто что скажет про них. Нравится ли их одежда или нет. Вот она оделась, и она несет себя как королева. И все люди видят в ней точно такую же королеву. Ну, а те злобные мартышки, которые принижают ее, чтобы возвысить себя в своих же глазах, ну, они же никому не интересны. Вы же понимаете. Давайте. Верю в вас, что все у вас получится. И на своем примере показываю вам, что только так женщина может обрести уверенность в себе. Поверьте мне, если ваш мужчина вас любит, у него горят глаза и дрожит тело при вашем виде, он не замечает ничего, что вы себе придумали в вашей голове. Так. И еще один плюс омоложения. Найдите себе хобби, занятие, от которого вы будете гореть всей своей душой. Так как я горю от танцев. Вот я сейчас выйду на сцену, и меня будет насыщать ваша энергия. Зрители, которые аплодируют. И мне все равно, кто что говорит. Те леса жирные обтянула купальником, старперша, бабушка. Вы же понимаете. Это говорят люди, сидящие на диване. А я в это время стою на сцене и купаюсь в овациях зрителей. Мы приехали в Грэнхен, и в этом зале у нас будет проходить сейчас концерт. Значит, нас пригласили выступать. Ферань украинцам помогает Грэнхен. И, как видите, здесь перечислены все участники. Будет еще одна балетная школа из Грэнхена и наша знакомая. О, Боже, посмотрите на эту крошечную сцену. Ну, ничего. Готовимся сейчас к концерту. Детки наши приехали. У нас два танца. Веснянка и наш украино-швейцарский концерт. Веснянка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бежать! Здесь нас ждет фуршет. Смотрите, сколько пирожков. И пирожки с маком, сало с черным хлебушком, пирожки с мясом, пирожки с капустой, пирожки с творогом. Вау! А здесь тоже самое, видимо, да. Ммм, такая вкуснятина. Итак, это собрание интеграционного общества в Швейцарии, которые помогают всем иностранцам. И, как видите, уже знакомая вам Людмила. Я брала у нее интервью. Она, кстати, представила потрясающий доклад об Украине. И мы узнали очень много интересных фактов. Это балетная школа Гренхена, которая открыла наша украинка. И в ней принимает участие, кстати, много швейцарских детей. Музыка. 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 А вот и наш табук. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok